Всем привет, народ! И это игра под названием Silence. Вышла на, кстати, многих платформах, на PS4 и на ПК в Steam. Я её точно видел. Это игра от Daedalic, ребята. Очень потрясающие люди. Создали кучу потрясающих квестов. Эта игра, как я понял, не совсем квест, это приключения. Жарко, что русскую озвучку не завезли. Часто Daedalic завозят русскую озвучку. Вот они, например, Дипонию создали. Такую потрясающую игру, которую многие знают. Видите, там им Дипония экламируется. Black Guards тоже их, собственно говоря, дело. Ладно, ребят, давайте приступим к игре. Я, к сожалению, не смог в неё поиграть 15-го, когда она была свежей, вкусной, такой интересной. Пришлось немножко подождать. И после крупных мастодонов, конечно, тяжело будет смотреть на Silence, на такую игру с очень крутой атмосферной музыкой. Ну, мы попробуем, мы попробуем. Ребята, пишите, как вам игра в комментариях, как вообще заходит такое. Я понимаю, что я сказал крупных игрок, а я завожу что-то такое. Обычно реакция такая, типа, ну, чё-то это такое. Ну, давайте попробуем. Я не хочу спустить игру с щитом. Играть. Я играю на контроле, так люблю приключения на нём. Мне кажется, на контроле оно приятнее играется, чем на клавиатуре ты можешь расслабиться. Да и Делик Интертейнмент представляет. Заставка как будто я смотрю сейчас фильм Диснея. Игра Марка. Марка сделала нам игру. У меня был одноклассик, что говорим Марка. Он был довольно-таки противным паром, мне кажется, на русских он ещё не был. Надеюсь, это Марка и такой. В общем, Марка Хюмин сделала эту игру. Это как Хидео Кодзима. Игра про Первую мировую, про детей, которые пытаются спрятаться. Рейни! Детей, которые пытаются спрятаться. Хуа? Рейни, бежим в укрытие! Вот сейчас должна пойти бомбардировка. С Юрной мировой все дела. С Юрной мировой все дела. С юрный немецкий самолет. Беги, спасайся, ты успеешь, парень! Да, или это же вроде парень, да? До стихи парня, а сейчас я подумал, что девушка. Лицок слишком миловидное. И они все мертвы, потому что я открыл дверь. Ну, если бы он открыл ее, выжили бы они. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Очень драматичное начало. Видимо, Battlefield дал толчок. Дал толчок играм про Первую мировую. Хотя эта игра, ну, использует лишь бэкграунд Первый мировой. Ну, что же, ребят, сейчас посмотрим, что это за драма такая. Загрузка. Загрузка. Загрузка все еще продолжается. Я вообще удивлен, что Дейделик выпустила игру на консоли. Обычно они всегда пытаются делать. Нужно уходить. Здесь так тесная пыль, мне нечем дышать. Это ужасно. Сказать ей, что ты спрашиваешь со своей клаустрофобией, сказать ей, что последний приступ панки был очень давно. Но я справлюсь. Мы справимся, Ренни. Мисс Клок говорит, что здесь опасно. Вот она права, это то, как говорят в кино. Хотя, блин, я эту фразу слышал. Почему нет третьего ответа, типа... Shut up and take my friend. Подожди, мне не шутить. Ну, что она вообще знает, это мисс Клок? Вообще, что он говорит, что от многих слов чернеет язык. Все равно здесь безопаснее, чем снаружи. Можно убежать в лес и прятаться там? Нет! Можно вернуться в приют. То есть они без родителей даже. Наверное, Сара и Мари нас ждут. Я вообще думаю, что Сара и Мари мертвы. Мы остались здесь. Неужели ты не понимаешь? Все, кто остался снаружи, погибнут. Маленькие девочки не бессмертны. Они взорвутся, как и все остальные. Я... Я не хотел... Ренни. Я не хотел тебя пугать. Ренни, прости. Забудь, что я сказал. Все хорошо. Я тебе безопасность, клянусь. Как я утешил Ренни? Так, хорошо. О, это полноценное 3D-приключение. Господи. Тут можно ходить. Ну, у... Да и Дерека, по-моему, были уже такие игры. Но вот я не уверен. Что-то не помню. Я играл в несколько. Что-то не припомню такого. Сука, ты ведь носок, который я делал неделю назад? Вряд ли это было пара. Носки делают парами, но один всегда теряется. Это... Да... Да... Немного... Крустно. Озвучка, кстати, такси. Парень, когда озвучил. Круто. Может, придается что-то интересное. Ладно, давай сделаем... Что-то, что песком жизни нам бы не разрешило. Смотрите, что здесь... Следующая битва завершилась массивной потерей. Число жертв пока неизвестно. До мордировки с воздуха продолжатся еще какое-то время. Может быть... Блин, раз тут есть телевизор, это не первая. Это не может быть первая мировая. Это вторая мировая, значит. И одеты как-то слишком современно для... Второй мировой. Извиняюсь, Первой мировой. То есть, ну, скорее всего, да, скорее всего, вторая. Вторая, не первая. Я просто где-то прочел, что это Первая мировая в описании к игре, по-моему. Это очень странно. Поэтому я был уверен, что здесь будет первый кран телевизоров. Тогда не было телевизоров. То ли это радиоприемник. Ты любишь театр теней? Нет, нет, постой, это радиоприемник. Смотри, Рейни. Слоник! Похоже, скорее, на пушку, если честно. Нет, а, постой, нет, это телевизор. Это очень странно. Шарики. Кстати, я вспомнил, что всегда виселит Рейни. Угадай, кто я! Дебил, может быть. Ну? Ты на него совсем не похож. А теперь? Нет! У тебя даже помпончиков нет. И где каполь? Где же мне эти шапки с помпонами? Не говоря, уже зеленые супергусеницы. Постой, шапка с помпонами. Голова остыка. Отлично. Мне пойдет. Эй! О! Он у него голос помпонов. Я не люблю, чтобы я себя не могу дурачиться. Но для Рейни постараюсь. Те, лол! Я осел! Лол! Давай, давай, поговори с Рейни. Привет, Рейни! Привет, Рейни! Привет, Садвей! Как глава капля! Спасишь у него, когда он появится? Так хорошо, что делать бы? Телевизор? Какого-то, как Спот, трудно найти. Каполь, где же он? Может, с носком? Это отличный носочный каполь. Та-дам! Сегодня мы выполняем все пожелания публике. Я хочу историю о безмолвом мире. Правда? Не хочешь, чтобы тебе пропукали песню? Или пророгали алфавит? Вот она. Эй! Нет! Прошу, расскажи историю про капли Сэдвика! Да, это история о Сэдвике. И безмолвном мире. Конечно. И безмолв... Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Прости. Безмолвные люди. Задвик был клоун, который никогда не смеялся. И не любил, что смеялись над ним. Он оставил деду, брат и тюрк, чтобы пойти повидать мир. Но он был не один. И с ним был верный друг. Каполь! Каполь тоже помогал Задвику. И он превращался в разные штуки. В конце концов, они добились до короля безмолвного мира. Тебе нужна корона. Еще что-нибудь для пророчества. И все сразу. Сначала корона. Господи, эта игра реально крута. Все-таки дедерики умеют делать диалоги. Вот, молодцы. Их депонию я не совсем понял. То есть я в нее играл, но как-то вот мне честно... Блин, приумный, я на чём. Мне не заходило. Вот эта игра вообще огонь. Меня прется эта игра. Серьезно, после Watch Dogs, в котором сценарий писали какие-то просто бездарности. Это охонь игра. Вот это вот заходит на уровень. Хм, куда же я за тебя дебал? Нет, зеркало нам не поможет. Может, а бажур подойдет? Как корона, мне кажется, помню. А, вот же она. Ну, или кусок а бажуры. Вот так-то! Король безмолвного мира. Он был добрым королевом. Но сильно захворал. На месте с ним начали страдать и страдать. Поля убялись, стены и города осыпались. Все пришел в упадок, разрушилось. Если бы король поправился, тогда бы расстрел и весь безмолвный мир. Садвик хотел достать для него Эрик Сержезен. Как и предсказывал старый оракул. Жан не старая! Верно. Она скорее вечная. И таинственная. А где ее кристальный шар? Ну, я думаю, зеркало, как кристальный шар вообще едет. А, это что, как круглое. Ну, не похоже на шар. Может, часы? Мне кажется, часы вполне. Часы взять нельзя. Может, телевизор? Нет, нужно больше на институте. А, точно, ламочка. Не увидела. Ну, привет, кристальный шар. Назовил Швана был такой шар? Конечно, был где-то припрятан. Назовил Шан, предсказал, что Садвик возрожден спасти короля. Но при этом он иничтожил безмолвный мир. Конечно, он в это не поменял. Он ведь хотел привезти королю Эликсер Жизни, да? Да. Но при этом он понял, что Шарна была права. Ты помнишь, что ожидает его в тронном зале? Что переворачивает все вокруг. При этом не двигаясь, в тронном зале не было короля. Только зеркало. Ну, и, наверное, вот это убитое, конечно, пойдет. Ой, блин, лампы. И когда Садвик осмеялся заглянуть в зеркало, он не видел клоуна в шапке с помпоном. Он увидел больного мальчика. Готовый наконец снова открыть глаза или закрыть их навсегда. Этим мальчиком был ты. Ты заболел. И долго спал. А Садвик, как были безмолвный мир? Просто тебе приселись. Да. И что? Что же сделал Садвик? Он разбил зеркало и убил свой мир. Чтобы спасить тебя. Ты был королем безмолвного мира. Рейни! Их завалило. По-моему. Только я влюбился в этих героев. Они пока решили умереть. Зачем вы решаете меня, мои любимые герои? Рейни, Рейни, что с тобой? Рейни! Сражаюсь с третьей волной. Придерживайте... А! Сжатый из-ка обстрел. А где Рейни? Его что, убило? Рейни! Рейни! Где ты? Боезд снова разогрелся. Так, хорошо. После. После. Точнее, то, что я к нему осталась. Рейни! Поверни телевизор. Рейни, я ожидаю приказание. Где ты? Немножко. Там что-то просто. Не так стрёмно. Рейни! 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 Слава богу, ты жива! Постойте, ты была девушка? Где ты? Рейни! Пни телевизор от вся помогает. Пни этого заостранца. Умолкни уже! Заткнись, наконец! Заволчи! Ну, я же сказал, пни. Видите, подчинилась. Ну? Рейни! Да где он ещё пни? Развальна поганая. Заволкни! Заткнись! Развальна! Ну, это мы уже поняли. Давайте ещё попустим, что есть телевизор. Есть молоток. Охо! А-а-а! Давай! Сдохни, наконец! Может быть, неразумно было разбивать телевизор, учитывая, что это был единственный источник света? Или нет? Что это? Как-как-как пройти-то? О! Что? Что? Где я? Что здесь делает папочка из Белшока? Это штуки из безмолвного мира? Это сон? Походу, я снова ударил по голове, ребята, и именно из-за этого... Мальчик же намекнул... Мерей, наша сестренка же намекнула, что... Как я... Мне приснился безмолвный мир, когда я ударила по голове. Алло? Ой-ой. Может, в котел прыгнуть? Это правда котел деда Седвика? Я могу прыгнуть туда, если я могу обрабатывать со страхом высоты. А вообще со всеми страхами. Ради Рейни! Ой-ой-ой! О-о-о-о! Я немножко понимаю, в чем прикомнение на глобусе находиться. Я понимаю, чтобы чехолад запомнился. Блин, и не получается. У меня уезжает постоянно, я не могу. Ну-ну, а пожалуйста, держись. Но это на самом деле ноем. Перевели неправильно, как обычно. У-у-у-у. Конечно, мы пошли сложным путем. Но это золотон... Еще один мир разрушен, мой мир. Эй, да это же просто глобус! Я не Седвик. Планетарный механизм. Кажется, это планетарный механизм, замка в безмолвном мире. Найдите свой сестон. Ну, я догадался, что моя сестра там. Мама дорогая! Что-то шевелится? Или все мерещатся? И что из этого страшнее? Раз, когда я видел эту броню, ее носил поп. Надеюсь, он уцелел. Броя пустая, соответственно. И там есть дырка, так что можно... Кто? Кто тут? Ренни, ты что делаешь? Нет, останься там. Ренни! Засранец мелкий, он... Ребята, он меня просто кинул. Он, я думаю, распутался. Господи, нет. Лучше мне туда не падать. Это может плохо закончиться. И никакого Ренни мы не спасем. Бедный Ренни. Вперед! Дальше! Люблю я загадочные миры и всякие фэнтези. Почему у меня вот эта игра аксоцируется с Final Fantasy? Я думаю, сейчас в каких-то мирах таких, знаете... Далеких, заоблачных. Вот это... Вот это мое, да. Ого! Как будто во сне! У нее шапочка милая? Вернее, это шарф. Или это все-таки... Или капюшон какой-то, я не могу понять. Кто? Ты! Я думаю, это злой дядя педофил! Беги! Беги, Ренни! Где я? Где? Ааа, мы были... Ой... Ааа! Ааа! Я был в... В пуке? Это свет, цвета, запад. Безумолвный мир. Вау! Что с чертовщиной? Я решаю, что видеть во сне. И я не желаю видеть дурацких бабочек и радуги. Я очень люблю с сестром. Господи! О, нет! Видимо... Тихо. Бегнись, быстро! Я думаю, у меня жаба помогает, или типа жаба. Что это, блин, за монстр? Из портала. Господи, что это было? А ты молодец! Что? Послушай. Сыскателями шутки плакают. Да, это я же... А что они шутки, кстати? Важнее вопрос, что потерял ты? Сестра. Она прям такого роста и... Очень храбая. Ты ее видела? Она прошла прям через пастмера... Точница. Третьи еще шевелились? Что, то есть... Че, ты еще жив? Не понимаю, как целый смутился из мира тот еще живым. А ты будешь видеть его? Видите, улыбнулась удача? Надеюсь, она тебе не отвернется, иначе ты хочешь не уйти. Кстати, давай с тобой безопасность. И один из моих людей споражает ее в наш тайну. Лайк. А где она? Не могу сказать, он ведь тайны. Что значит, один из своих людей? Эй, кто такая? А червь все-таки противен. Зачем мы столько глаз? Пошли. Эй, погоди. Я хочу погодить с вот этой штукой. С глазами. Это... Не те, что это. Оно говорит? Что-то я сейчас на нее упаду, наверное. И как-то забралась. А что еще? Как мне туда забраться? Да баскал, как Ларис. Как Ларис Рофф. Там комок шерсти, лужа. Мне почему-то хочется гриб подобрать. Боже, его давно не поливали. Может, нам взять... Красиво. Может, взять воды из лужи и полить его? Я думаю, это прямой намер. Может, он поможет мне подняться? Нет, не поможет. Или нет? Назад червю. То есть, можно пойти назад? Нажду. Нажду. Один к стиму, чтобы голублодец смогли бы. Да. Смотри, как он. Не хочет. Это не поможет. Я сразу подкатить ее поближе. Какие хватает капли? Может быть, вот эта капель просто вырушит, а? Капель, это ты? И пип. Разумеется, ведь это безмолвный мир. Это ты. Правда ты. Давай ты глупишься и поможешь вам. Эээ. Что? Почему нет? Погоди. Я тебя оттуда вытащу. Так, все равно, как придете разбивать яйца. А по лоб следующего ребенка. Эх, не царапанная. Чего еще ждать, чтобы питьца капля? Может, апгриб? Может... О, зуб! Капля, знаю, ты любишь цветы. Может, ты выйдешь и полебуешь с нами? Или угостишься? Давайте обзуб, обзуб. Попнуйте, чтобы в капли. Нет, ужасная миссия. Мироточец. И стал бросать твоего капля. Так, ладно, кстати, куда гриб? А что, это что? Может быть, это ростные капли? Я думаю, это ростные. Что? Ну, что не хочется? Что же капли, обжор? Вылезай, сгибай, попробуй кусочек. Ужасно голый. Не, не работает. Лицо должно быть везде. Может быть, в кому... Ой, в кому к шерсти его положат? Уютный теплый гнисон. Вот все, что тебе сейчас нужно. Ого, черт. Как же тебя заставить... Да погоди, я затащу туда это яйцо. Вбрайся тут, скорей! Как бы тебя заставить? Ты же бы от зоны стоя не отлучился, я не зону не буду. Надо же ему чем-то питаться. Да гриб ему дай. Может, его давно не привал. Значит, надо как-то политься. Надо взять как-то воды, ребята. Рука. Лови, черт. А! Сейчас или никогда? Давай, капль. Лезь в нездо. Все будет хорошо, мой друг. Выбрались поскорее, ладно? Блин, сейчас... Да, давай, насиживай его. Капль! Это ты, правда ты! Иди сюда. О, черт! Плохая мама! Может, капль, это поможет застаток? Ух, принесло, а? Отличная пробежка, если учесть, что ты только что вылупился. Такого я еще не видел. Давай-ка делать ноги отсюда. Ты готов? Ух! Так, между ноем и каплем. Чтоб капль стал плоским. Хорошо, я понял. А теперь надо пройти к большому каплю. Плоский как блин. Попробуем так. Так, чтобы капль прием. О! Молодца! Капль герой, нифига здесь. Сколько сил. Ну, как... Довольно забавно катить. А, он катится со мной, был. Давай, лезь, давай, капль, поехали. Надо принять, правда, другую форму, чтобы докатиться. Ну, или прыгай в сумку. Как все удобнее. Может, ты в сумку залезешь, а? Или подняли тебя наверх. Парди здесь, ладно? Я сейчас. Может, я смогу подать ему руку. Руку помощи. Руку помощи. Руку помощи. Когда этот мост не вздет на воздух, ясно? Абсолютно. Чего ты вообще об этом разоговорила? Потому что ты мне поможешь. Черт, свет погас. Что это значит? Что искатели идут? Держи-ка минутку. Зачем? Что это? Просто прижми как следует. Уточни на всякий случай. Это какая-то бомба, да? Да. Ха, хорошо. Вы повстанцы, и вы хотите взорвать этот мост. Ясно. Вот. Ты взял рейнер в зону, чтобы выжить меня помогать вам? Ага, мы уже давно стали героя в рейте. Так почему я должен помогать? В этом мире остается только искателей и повстанцев. В какую сторону станешь ты? Кто это такие искатели? Нареетки королевы лжи. Они подчиняются только ей. Готово, теперь должно срабатывать. Хочешь ее взорвать? Да. Конечно. Прикольно дитонировать бомбу. Я думала сейчас скажешь, что офигел дитонировать у меня в руках. Бегнись! Ааа, куда? Куда мне лечь? Всего ты? Да что такое? Что же такое, что кровь не рушится? Ее держу это кольцо. Нужно взорвать его тоже. Значатки у нас достаточно. Продетонатора нет. Порядок сделать все больше. Совсем с ума сошел? Ты комикадзо. Нет, я патриот. Мам, дорогой. Если я не подвожу, что мой билет в рейнер, если она у нас придет в другой способ сломать кольцо. Клево, ну-ка, обрушить мост. Окей. Может я возьму шумовой шар? О, это что? Отвлекает искателей. Круто. Передай его сюда. Конечно. Ой. Вот молодец. Это был последний шар. Извини. Я вообще не понял, что это был за цирк. Несучай. Умир. Умир. Умир себе. У него окрыли, как у божьей коровки. Ладно, видимо. Неплохой такой гриб. Может я в калимар пойду? А, ее оставлю. Что за история с бомбой? Ты что, террористка? Который террор в городе? Нет, я пытаюсь его спасти. Стата. Может быть нам вернуться? На этой локации, мне кажется, нет ничего. А вот там? Что-то очень даже может быть. В любом случае нам нужно захватить нашего друга. Червя. Похоже, у него не поливали. Может быть что-то. Сейчас появится тапульта или трамплин для капли. Трамплин, трамплин. Может... Ее можно налить как-нибудь себе. Как думаете? Я вообще думаю, что ее можно налить. Может быть вернуться назад? Я уверен, что все вот это нам пригодится. Цветок. Ну, тут все это использовать, чтобы тебе не нельзя. Что он напечатал? Зум. Отлично. О, смотри-ка. Так и знал, что возвращение предыдущей локации что туда. Ах, на весенние ядовитые. Чё, от побери, я поранился. Только не это. Мне будет заражение крови, я погибну. Нужно срочно пробыть рану. Пробыть рану. Вот, вода, лужа. Слава Богу, чистая вода. Я надеюсь, что это не слишком поздно. Иначе будет, как в той игре Бункер, где... Помните, ребят, мы себе кость делали жгут из... Чё же мы там жгут делали? Из линейки ножниц. Просто я... Зуб. Моляю, я не хочу лишний раз об этом вспоминать. Просто мокей, сейчас поюзгута пульта. Ну, а что делать? Ну, я достал зуб, но ничего особо-то не поменялось. Мы вернуться, кстати, в неё не можем, значит. Как бы девушка ограничивает нас в плане того, где нам и что может пригодиться. Хорошо, грибы, лужа. Давайте я пока наверх пойду, потому что я не уверен пока, как мне быть со всем этим. Можем просто пойти туда. Потому что я не уверен, что здесь, мне кажется, здесь уже ничего не сделать. Я не вижу ни одного активного предмета, который можно использовать. Есть с ними лишь активных предметов, а это поизык того, что надо что-то делать. Какие-то храмы. Может, с Кирой поговорить. А против кого у вас стали? Сухово про королеву лжи? Не важно сколько искать, а нас спустят нас, мы найдём и прикончим. Может, это жестокие люди. А что означает тот камень? Герб Калимар и приветствует Эрголсам, приезжающим на рынок. Так, ну, пусть твой маленький зелёный друг, поможет, маленький зелёный друг. Океа, как я его? Что это за город? Калимар, мой дом. Его схватили искатели, а осталось только горско повстанцев. Если я не взорву мост, искатели проберутся в наш лагерь, и сопротивление его конец. А заодно и безмолвному миру. Так, пусть он поможет. Блин, а мне нужно как-то его телепортировать. Что так важно избавиться от моста? Почему не просто взорвать самих искателей? Потому что придут новые, но они сойдутся самой, кроме лужи. Она повезет из динаметронного зала, и никто не знает, где она находится. Так, ладно, нам надо всё-таки как-то помочь нашему враговому другану. Может быть, я смогу взять левую автюрку? Кто-нибудь, по-своему? Новый способ её разрушить. Ты же понимаешь, что Багин разрывается, что ты нас не теряешь? Значит, я умру за Калимар. Ну блин, ты руководишь в восстание. Надо всё-таки попытаться как-то вывести нашего другана. Во, ребят, я немножечко туплю. Давайте, ребят, нам нужно, чтобы наш дорогой... Извини, не ты, нет, ты. Реагировал на окружение. Скажите, заставить. Постой, у меня идея. Может быть, он наберёт воды и приснят её на грибок? А, как думаешь? Пей, пей, заставь. Надулся. Давай, дутень. Дуй. Всё, гриб напился. О, да у тебя лёгкая рука капает. Точнее, лапа. Вот это, давай, я и упустил, что он может. Давай, давай. Помнишь, трюк с Сайдвикой, только с пушкой? Ну, крот, крот, я ничего не скажу. Молодец. Всё, ребят, теперь мы справимся. Теперь мы всё сможем. Давай, полезай. У меня есть безумная мысль. Левая втулка, давай. Скорее, ломай кольцо, пока она не забрала сама себя. Господи, там какой-то свет, это что? Ну, и? Чём делать? Ну, а, 20 секунд, потом искать, и пишут, что он спадут на лагерь. И что же теперь делать? Не знаю, что вы будете делать, а вы знаете, как можно дольше удерживать нос. Совсем рехнулось. Эй, а как его надуть, алё? У меня не получается, он не дуется. За Калимар! Он не надувался, чуваки! Ой. Ой, ребят. Нет, я не так себе всё представлял. И что это значит? Всё сначала, не? Огонёк задулся. Я не знаю, он не хотел надуваться, а нажимал все требуемые кнопки, ну... Меня подвёл червь. Давайте попытка номер 2. 10. 9. Хоть бы сказал спасибо. Как ты это сделал? Кажется, под впечатлением. А мне кажется, что это всего лишь соло. А теперь, ладно, давайте, наверное, уже там. Пошли, чё же мы ждём? Сюда. Я думаю, это любовь, ребята. В конце, в конце, наш дорогой парень останется, Ной останется вместе с Кирой, и они будут жить вместе в этом чудесном сказочном мире. Ты сказал, что знаешь дорогу, а мы ходим кругами. Почему нельзя дождаться моего брата? Видимо, вот почему. Вот почему, юная леди. Кроме того, что ты печальник спел в животе. Ты проголодалась. А вся храбиция в лагере? Меня не урчит в животе. Ох. А, наверное, это у меня. Одну секунду. Я думаю, что я припоминаю дорогу. Постой, уже можно играть, нет? Нет, да. Поагите Сэму, выбраться и осмотреться. О, смотри, бедная пташка. Это Хорес. Мессенджер от Джаниса Старо. Ничего из этой штуки. Если бы точно, это хищное растение. Какая разница, блящи его скорей. Давай, будь мужиком. Человек, какая разница. Ну, Рейни, иди отсюда, старый бездельник. Что жёсткое. О, нет. Ты тоже попался. Нет, что старше, Рейни. Его сняли не сразу же, это изъедать плод. Какой ужас. Не волнуйся. Я где читал, как ставить этот процесс. Но только вспомни. Я просто вытушу тебя. Отпусти моих друзей. Я сказал, отпусти. Так, милла. Моя девочка пытается отбиться. Ой, ты едет, так как кусачи сильнее. Да ты не переживай. Мне больными руками. Это такие злюки. Мне как-то съел цветы. Я всегда думал, что чем красивее растение, тем оно лучше на вкус. Оно наоборот ядовитое. Боже мой. Мне столько, как ожидать какие-то противные горькие соки. Что было потом? Ну, не было. Значит, намного что-то жутко горькое и противное. Ну, может, пьём его? Ай! Плохая идея. Ну, блин, играть за девочкой это. Это так, так. Может, эти ягоды? Может, не ешь я? Откуда мы знаем, что с не так с этими ягодами? Ммм, эти ягоды совсем горькие. Очень вкусно. Ням-ням-ням-ням. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Не взять здесь всё подряд, что хорошо снесу. Так можно и отравиться. Это то, что Нелай говорит. Ты хочешь что-то? Будешь? Ну... Ну... Открывай рот! Блин, на него руки. А ты стреляешь, юный лидер? Да, я. Ещё бы. Блин, ему руку сожрала, он такой, дай ягоду. Всё-таки я умею дейдалить. Может, я думаю, что мы горько здесь. Ринни, не ходи далеко, ладно? Хорошо, хорошо. Ладно, ладно. Ты же рядом, юный лидер? Да, да. Да, да. Ну, блин, всё-таки дейдалики умеют играть. Так, так, такое просто. Тут сюжет в миллион раз лучше, чем обычного. Геймплей, конечно, может, немножечко более такой, приземлённый. Ты чё знаешь, что-нибудь горькое? Ууу, бедовой клещ. Ой, а ты кто? Не только клеща. Не надо! Ну-ну, только не бойся. Привет, Жужа. Я Ринни. А тебя как зовут? Жужа. Пока, Жужа. Видишь, Ноа, передай вам, чтобы не волновался. Я в порядке. Горячий, горячий мёд. Я только язык обожгу. Я думаю, нужно, эээ, да, маска. Отлично. Давай, надень меня. Эй, что это? Эй, здесь кто-нибудь есть? Странно. Смоленоем. Может, это смоленоем? Может, на растающую лакрицу? Ой, может, не надо отрезать? Фу. И вкус ещё хуже. Может, вот маску можно собрать? Не надей меня. Почему они здесь лежат? С ягодами, с молнами, на поле горчи осталось лишь найти необходимую. Не-не, маску, всё. Ещё ягоды. И они выглядят даже горьче, чем остальные. Супер-супер горькие. Надо взять. Так как? Не-не-не-не, мне кажется, тут надо балк. Надо просто построить мост. Может, из маски? Большой череп. Может, он как-то поможет? Из него это хороший мост. Так ты его не дотачивай. Как я и сказала, слишком тяжёлый. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Макрый мост. Хе-хе-хе. Если бы я бросил его сюда, то ничего не остается. Но хороший, пусть остаётся. Но всё-таки большой черепа проще. Это сделает хороший мост. Так, хороший мост, но не-не, мы его не сдвигаем. Это слишком тяжело. У нас есть горячий мёд, может, маска способна не только нашёптовать, ну-ка. Я буду построить что-то из них построю. Счастливый гад. Ну же. Попробуй меня. Надень. Доверься. Доверься. Сейчас я пчущий мост. Ты утонешь. Я попробую. Конец уже близок. Я помогу тебе. Тише. Просто умолкни. Оп. Я нашёл секрет, я нашёл секрет. Крошка деревца, трясись. Со мной ягодой делись. Ну-ка. Не. Ээээээ, моё. Да, одна есть. Я первый. Фу, противно. Блин, сейчас она плюет. Еээ, нам вкус как воскресное рагу, фу. То, что надо. сейчас рыбу вторую ягоду сырит ну ладно быстрее без тебя надо брать собрать нужно 3 насчет горящего меда мне интересно как нам это для чего он был может не для чего просто странно что я нашла горькие ягоды что дальше готовить горький экстракт я пришел сюда только что мне сказали приготовь экстракт ладно я уже привык хождению без цели но игра все-таки блин не могу мы играем за такую милоту в этой жизни мне так не хватает да ягоды просто кинуть если можно отжечь огонь только слишком еще не могла тронуться я за как-то рыба сюда попал и как выглядит внутри а тут было еще того монстра поменьше получается это монстрешка ой вот не вкусно пахнет тук-тук алло нужна помощь здесь есть кто-нибудь все нормально пошлось включите не раскрыть рот может масками поддеть и мне кажется хороший идея ну давай-давай эти масками как они сюда попали можете ходить точно можете как только я отворачиваюсь я думаю мы поставим маску ты кэсси будьте умницы и скажи а-а-а-а-а прийти и проведет осмотр я думал не закрывается чуваки я думаю теперь будет нормально тут что-то есть здорово за ротами не очень огнедышек драконов а а дойка мог попробовать взять а кинезать потом может быть потушить пламя ладно начнем с горящего меда такая что-то огнеупорная сейчас он еще зачем у нас пошлет ребят помените мое словно сделает это смотря что кое-что разведение костра сыра что хорошо горит на растение на думаю сейчас еще рано знак опасности мммм может быть он хорошее дерево для растопки мммм очень много плесени пробка пробка может это пробка не трогай давитый газ что болтый газ состоит из милого газа и огня опасного метана так так упс ой не дыши ой так парни мем как вижу затворите по средам из-за нее не залился все болото правда в том смысле как я подожгу этот газ мммм ммм 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 это просто потрясающе это лучшая игра которую я видел за долгое время ммм я еще играть не хотел дурацкая смолая ммм 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 кто переводил они верят кто за работу в общем вот и я ура я теперь настоящий повод смотри что у нас супер тошнильный сок давай птичное растение кусай а не на растение не понравилось по словам обожглась отлично сработала юная ледя ура нас смотрели вор послание от януса нужно поймать его скорее хорошая птичка плохая птица простой огонь птица плохая она улетела оставив меня здесь с добрым дядей как казалось я чарли подошел к мид злой дядь на понимать катя в тени показывают огромного хагрида подобного героя ты такой блин это здоровяк хотя обычно здоровяки краски оказываются добряками ребят но вы знаете вы знаете правила большинства подобных игр наверное и и красивый и и и и и и Кира, ты в порядке? Да, да, вот так в дуфт приведу. Тут хорошо, что это за место? А ты что думаешь? Дарок меда, волшебный свет, всегда запечищено в дереве, тайник наркотаргосов, я защищу возлюбленных болван, иди сюда с любыми, сесть на мягкие по кругу, есть сочные винограды, наслаждаться. Ну да, с тех пор много воды у тебя, вся жизнь. О, птиц! Тот самый птиц! Что за звук? Простывшая ворона? Нет, это Гор, наш посланник. Я давно его жду. Гор, спустись ко мне! Давай! Это я, Кира! Он такой, не-не-не, не буду, не хочу. Что случилось, ты меня знаешь? Не-не-не-не-не. Может, в этом проблема, а? Да что ты меняешь? Глупая ворона! Засранец. Я так и знал, что воронам нельзя доверять. Я думаю, это почта России. Может, ткнуть цветущий корень? Крап. Неужели мы здесь заследим? Крап. Кому сдался этот Ярус? Мне, а без меня ты не найдешь Лоренни? Да, я понял. Вы просто гнусный похититель. Тебя никто не звал. Без спасания я с места не сдвинюсь. Да, дам весь мой меч. Я срублю это дерево. Нет, дамы, ты не срубишь. У меня идея. Заясь под корень. Заясь под корень не сдвинь его. Или слушай. Что-то поменялось? По-моему, нет. Заясь под корень. Или съешь корень, я не знаю, что с ним будет делать. Он не понимает. С не поставь, я не знаю, что с ним будет делать. Может в нору залезть? Может подкопать под дерево, а как думается? Не работает. Это дорога назад. Я понимаю, ребят. Вперед. С candелем. Это не возлюсь. Просто не донимай меня. Тёмная дыра. Я уверен, что там быстро написал свою жизнь. Для меня это просто дыра. Хотя и довольно тёмно. То есть, видимо, мы не можем тут больше ничего сделать. И можем перенестись к Рене. Наверное. Весься там, скорей. Нет, что же нам теперь делать? Молчи. Уискать её чутки. Ладушки. Будем только помочь. Молчи. Что же? Там копьё. Он нашёл. Почему Ноня не рассказывает о своих историях о внезвонном мире? Я просто представлю, что это сказка не охотиться над драконом. А, драконов ходят с копьём! Ну и как мне быть? Какая тварь из водолова? Зазубик? Сейчас и никогда! Эй, здесь! Я здесь! Я же тебе говорю, хорябы громил, давай! Мы решили сегодня поглупить, давай! Хотя ошибаюсь! Ты всегда ближе! Тупой горбатый! И ноги у тебя кривые! Если честно, мои тоже нельзя! Потому что я не охотничься найти! Давай, давай! Дождём, сейчас она глянется! По-моему, он должен! Нет? Ты не хочешь? А у меня сейчас тут сейвы есть, нет? Здесь только автосохранение, ну... Давай! То есть здесь не надо ждать? Ну прикольно! Мне нравится это! Вот это ага! В атаку убей его! Нет? Господи! Аааа! Взбей с него маску! Нет? Аааа! 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 Звей с него маску! Нет? Ааа! Что? Два, пять, семь, три. Ты спасла меня, юная леди. Ты восхитительная. А ты большой пузатый мишка. Вот это огонь. Вот это история. Я в прямом смысле была огонь. В тот момент, как маленькая девочка может сделать больше здоровяка. Но это и делает сказку. Это сказка, ребята. Как красная шапочка спасает охотника, а не наоборот. Кстати, мне кажется, здесь есть намек на красную шапочку. Девочка в красной шапочке. И охотник похож на охотника. Ну, отдалёнок. Чуть-чуть скажем. Ну и? Послание дерева. Может, я на него залезу, а? Может, я просто возьму-то и залезу? Как думаете? Недовое дерево. Подсади меня. Окей. Ладно. Давай, Кира Найтли, я подсажу тебя, не бойся. Ууу, какая романтика. Ой! Ой, сквозь. Я не считал, что тебя не хуже. Но ты еще и романтика. Ты слишком тяжелый. Что? Это не я, броня. Сам обычный разговор парни и девушки. Слишком тяжело, это не я, броня. Рейни, давай на медовое дерево. Каполь, а ты сможешь добраться здесь, Рейни? Каполь, каполь, полез. Кстати, а каполь будет помогать, нет? Нет, внимательно. Похож на стуча. Что это за гость, который не хочет карабкаться? Ну, я на Киру могу карабкаться за то. Если уж не на медовое дерево, если вы понимаете. Крэп. Вот хрень. Крэп. Вот хрень. Спасибо, конечно, за логичную славу. Вот хрень. Мне надуться. Нет, все равно, я как бы, понимаете, он не понимает, что я хочу. И я не понимаю. Мы оба немножечко невдумения. В недумении, блядь. Это мы не собирались в лаги. Это важнее. Не для меня. Просто поговорить с ним пока, а? Чего у тебя не залезть туда? Вы же не поедете красивую корольку? Чушь. Че-то не лезешь. Давай, помоги мне. Заменяется. Ну, не нужно за это наказывать дерево. Ты языком или от дерева пинай. Вот, по делу пошло. Бум-бум-бум. Куда здесь сильишь? Давай. Соса прилетит. Ой. Эй, что с тобой? Пустите. Эй, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Встанешь ты, встанет камень. И камень не понимает, что делать. Ребята, давайте продолжим с вами уже в следующей серии. Серия и так получается мега огромная, просто дико жирная. Отыграть, а тортаться, кстати, дико сложно, очень прикольная. Жалею, надо было в 15-м просто забить на Watch Dogs и играть вот в Silence. Офигенная игра, ребят. Да и делики в моих глазах просто поднялись. Вот, блин, Дипония мне не особо понравилась. А какая-то что-то нудная, унылая немножко. Там какая-то, конечно, вот процкальзает какие-то элементы ёбан. Ну, чё-то там вот много всего. Это какая-то больше такая сфокусированная история. Игра мне нравится именно приключения такие для такого отдыха, я бы сказал. Вообще потрясающая вещь. Что же, ребят, всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем пока.